Всем привет, друзья! С вами Дэн Нокси, и мы начинаем игру раннер. Так, стоп! Стоп! Вот, всё. Теперь всё хорошо, а то... Я сам себя, походу, услышал. И раннерс — это рогалик, в котором мы будем с вами проходить разные уровни, точнее, комнатные уровни. Что же это такое, комнатные уровни? Почему такой бестиарий странный? И что тут вообще происходит, вы узнаете из этого видео, если, конечно же, вам хватит смелости дойти до конца. Случайный режим, кстати, у нас. Случайные руны для создания случайного заклинания. Ну, окей, ладно. Случайный так случайный, но я его не буду выбирать. Хотя, стоп, выбираю сложность. Нет, нет, нет. Пожалуй, выберу. Нет, это сложнее будет. Ну, давайте, словак. Выберем орка. Выберем искру. Выберем паладин. Ну-ка, я в прошлый раз выбирал, когда первый раз играл. Отлично. Есть злые персонажи, есть добрые персонажи. Различаются они разными, естественно, вещами. Но... Но все же. Погнали. У-е-е. Класс. Вот как-то так начинается игра. Мы раздалбываем разные камни в надежде, что нам выпадут руны. Комбинируем новые заклинания. И изучаем новых врагов. Единственный проход у нас здесь. Ну вот, комната... Так, кстати, еще внизу есть проход. И обе комнаты обычные. Как вы можете видеть, есть только какие-то ускоренные, или еще какие-то крысы, скелеты и прочих, кто сейчас нас пытается убить. И крысиные гнезда не очень хорошо. Ну, тут какая-то руна, я смотрю. Руна воды, вот. Позволяющая улучшить наше заклинание до определенного водяного уровня. Ну, хотя бы от скелетов избавимся. Переработаем, так сказать, скелетов. На фарш. И стараемся уничтожить крысиное гнездо. Мана бесконечная у нас. Важное, самое важное в этой игре, это комбинировать заклинания. Что же мы делаем? Мы нажимаем таб, и такие, о, классно, тут могут быть какие-то руны, здоровье, какое-то событие, которое мы активируем, это случайное испытание, аура, которая как-то влияет на наше заклинание, босс. Ну, и, соответственно, спуск вниз на этаж 2. Всего, по-моему, этажей тут 12. Пауза при потере концентрации. Написано, когда я переключаю на другой канал. Ну, ладно. Допустим, что не при потере. Люди просто... Допустим, что не при потере. Люди просто... Допустим, что... О, все отлично. Люди смотрят. Так, чат не загружается, ну и пусть. Ну, зато трансляция идет везде и всюду, так сказать. Поэтому не важно. Ну что, погнали. Дальше. Еще одну обычную комнату. О, тут не очень, конечно. Копатели. Маги, маги, маги. Самое главное, что это маг света. И тут можно ходить стрейфить нормально. Спокойно стрейфить, убивать магов. Урона не наносит не сильно большой. Но расстояние, на котором наносится урон, тоже имеет значение. Поэтому лучше, если не уверены, подходить близко. Можно в опциях ввести, чтобы постоянно... Постоянно какие-то что-то происходило. Он постоянно включил, и он стреляет. Вот, чтобы не нажимать каждый раз клавишу мыши, не портить ее и так далее. Вот, смотрите, тут даже есть, как действует заклинание, и сколько урона наносит. Какая дальность. Тут, в общем-то, игра создателя заклинаний. Что делает руна воды? Мы такие, о, хотим узнать, что делает руна воды. Имя капля. У нас есть комбинатор один, да? На 500 опыта. Ну ладно, допустим... Мы можем комбинировать... Второе заклинание. Второе заклинание, оно у нас идет в разброс. Выпускает водяной снаряд, носящий урон по площади. Вот, то есть мы можем, как бы, правой и левой клавишей мыши, вроде бы... Вроде бы... Выпускать эти снаряды по очереди. Вот, можно руну вставлять в само заклинание. То есть, руну воды можно вставлять в заклинание воды. Тем самым его как-то усиливать. Смотря какая руна. Руна тоже разные бывают, собственно. Вот обычный маг света, кстати. Маг тьмы, маг воды. Красивное гнездо. Обычный враг подземелья написано. Ну и все на русском, что мне нравится. Все очень классно переведено, достойно. Нежить, копатель, зомби. Нормально. Ну что ж, мы получили наш опыт. Вот, как-то так. Мы одновременно и то, и другое делаем. Вот если мы шагнем сюда, тут будет событие. Но событие мы не хотим, поэтому идем просто обратно. Странно. Бодяной снаряд с отбрасыванием. Ну ладно. У нас есть руна воздуха. Ее можно оставить, пока не комбинировать. Потому что подходящих для этого заклинаний нет. Тут всего лишь одно сердечко, которое нам понадобится, если только потом. Сейчас нет. Наша цель идти куда-то еще. Начинающий маг земли. Офигеть. Комбинатор. Что такое место силы? Ну-ка. Так. Место силы. Я помню, что-то как-то тут... Вот, да. Вроде видно, что место силы, но... Не сказано, что это. Ну, видимо, бестиарий такой интересный. Так, давайте посмотрим, что тут еще руна света, руна воздуха. Раскладывая комбинаторы, мы получаем опыт, получаем уровень, получаем новые умения. И, побеждая боссов, мы разблокируем новые ячейки заклинаний, которые можно поставить. То есть тут 1, 2, еще 3, 4 будет. Еще 2 ячейки появятся. Ну что ж, вперед. Это массовое заклинание, но пока оно не очень массовое. Как видно, они не очень опытные, у них не очень много комбинаций заклинаний. Ну, вроде что-то есть. Еще руну разума. Разума можно соединить несколько рун подряд, и тогда получится какое-то свое собственное заклинание. Вот, например, вечный разум, например, плюс 5 время заряда. Вот, и вот. И скомбинировать, и реально получится заклинание какое-то интересное. Может быть, вот так можно, вот так вот. Вот так вот так как-то. Но, не комбинируется, к сожалению, 3 подряд руны. Можно 2. 2 вот. Для этого нужен комбинатор. 1 комбинатор или 2, чтобы скомбинировать много рун. Но мы его переработали в опыт. Вот, мы его зря, наверное, переработали. Новый уровень. Да, выберем новую черту. Этой чертой может быть... Тайный Страж. Самоделкин. Ну, Тайный Страж, наверное, это очень хорошая черта. Как видите, он пассивно летает и наносит врагам урон. Ну, это очень разрушительное заклинание, когда 2 раза еще его используешь. Но, в любом случае, вам придется комбинировать 3, 4, 5. Сомби-ягодки опять. Нападают они на нас. Начинающий маг огня. Плохой слух. Даже озвучка потрясная просто. Но нам, кстати, нужно сердечко бить, поэтому мы вернемся, если вы не против. Вот так. Из-за того, что мы, кстати, орк, то урон увеличен на 30. Это тоже имеет значение свое. Вот тут есть спуск вниз, но я думаю, что мы его пока не используем. Новое здоровье. Мы можем попытаться пройти в комнату с... Страж портала. Полщебец всаждает драгоценный портал. Его необходимо защитить. Можно, если хотеть, пройти это испытание. За это дадут какие-то вещи. Ну, это пока не очень сложно, как вы видите. И мы выбираем что-то еще, что поможет нам... Так, последняя воля. Может быть, когда у здоровья падает ниже 5, выглашайте всех врагов в комнате на 5 секунд. Ну, не знаю, можно попробовать заточить на землю. Можно на этом. Давайте землерожденный. Выбрать бонус. Уруны воздуха, защита руны свету случайно. Перезарядка снижена на 4%. Это хорошо. Ну, давайте. Вернемся нам. Осталось идти только туда. Вниз я не собираюсь пока идти. Еще сердечек бы добыть. В общем, дел по горло, как говорится. И да, всем привет, кто смотрит. Прошу прощения за то, что чат не работает. Прошу прощения за то, что... Я, кстати, не знаю, почему это происходит. Поэтому... Ладно. Поэтому просто... Извините. А, вот, кстати, комната с аурой. И тут аура... Какая-то непонятная. Горящий мозг. Странно. Крысиные гнезда, 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 гнезда. Очень хорошо массовое заклинание действует против крыс. Начинающий маг скорости. Видимо, какой-то спидами ходит. Нормально. И действительно, это... Недалеко от истины. Парящий мозг. Супер. Мне бы интересно было прочитать про это. И что же это у нас такая... За аура в этом месте. Снижает уровни рун. Земля на 1. Плохая аура для земляных магов. Коими мы и являемся, конечно, но... И классовое умение тоже. Ладно, давайте посмотрим, что можем скомбинировать. И можем скомбинировать... Что? Руну воздуха. Для этого нужен комбинатор. Но у нас комбинаторов нет. А я очень хочу скомбинировать... Просто так-то. Зато можем увеличить урон по площади за счет руны воды. Ну-ка. И мы увеличиваем урон по площади. Реально серьезно увеличиваем. Но нам нужны комбинаторы. Тут рунопедия. Как видите, много есть разных комбинаций. Разные способы. И это все разные заклинания. Все варианты, можно сказать, вот. Тут они есть. Энтропия, свет, тьма, скорость. Начинающий маг энтропии тоже есть. Ну, естественно, это не открыто еще. Парящий мозг. Мозговитый враг, использующий умственные способности для отвлечения врага. Интересно. Совершенно милист, неизвестное происхождение, излучает энергию, усиливающую обитателей комнаты. Но в то же время и меня, если я войду в этот круг, который он излучает. Понятное дело. Ладно. Обычная маленькая комнатка с сундучками случайная. С камешками, которые ничего не... Из них ничего не выпадает. Окей. О, комбинатор Икс-2. О, сердечко. Суперски просто. Еще один комбинатор. Класс. Так. И... Мы полностью зачистили этот этаж. Нам пора спускаться. Так. Давайте пройдем еще немножко. Что же у нас есть? Комбинаторы. Мы можем скомбинировать что-то. Давайте посмотрим, что мы можем скомбинировать. Нет. Нет. Не можем. Мы можем 3. Чтобы скомбинировать, нужно находить такие штуки. Ну, давайте это скомбинировать. Импульсный бриз. Импульсный бриз. Вау. Упускает разрушительную стрелу воздуха, которая разделяется при попадании. Импульсный бриз толкает заклинателья в направлении струи. Вот это, я понимаю, вещь. Ну, второй мы разобьем. Я бы даже, знаете, как сделал? Б даже сделал вот так. Перезарядка заклинанием. Этаж завершен. Руна разума. Плюс один уровень энтропии. Размер снаряда. Руна воды. Да и все хорошо. Размер снаряда особенно мне нравится. Давайте возьмем размер снаряда. Keep Exploring. Нет, хочу этаж 2. Скорость врагов на этом этаже плюс 10. Ну и нормально. Эдакие, знаете, Эллен Шутер в фэнтези-варианте. Хорошо, что тут нет маны. Она реально мешала бы. Так, ну, нам нужно продолжать этот этаж исследовать. Давайте попробуем эту комбинацию. Мне очень интересно, как она сработает. Вот она сейчас как раз загружается. Мега-крыса. Жесть какая, а. Серьезно. Жесть какая. Отшельник. И что делает отшельник? Начинающий маг. Разум, а тут маг антропии, видимо, должен быть. Ну, ладно. Мега-крыса. Обычный враг поземления, но крупнее, гораздо крупнее. Не топырь. Беспомощный человек, живущий среди крыс, питающих своей жизненной энергией. Начинаем спросить. Но в любом случае у нас есть импульсный бриз, и эти два заклинания действительно более смертоносные. И это что? Охотник буря. Ну, что это такое? Начинающий маг разума. Прочитал непьющий маг разума. Черный список. Как там сериал называется? Прям классно написали. И что тут нужно сделать? Существительственная связь, убить всех рабов в порядке, указанном на древней печати. Ё-моё. Ну, давайте. Охотник буря, это просто жесть какая. Как я его еще убью? И что? В каком порядке надо убивать? Фигеть. Ну, и охотник буря. Жесть какая. Ну, видимо, неправильно, раз ничего не произошло. Ну, просто что это было? К свирепи хищник, порождение ветра, бросается на врага и стоит мощный вихрь, удерживающий добычу на месте. Да, серьезно, на самом деле противник. Ну, ладно. Пофигу. То, что только что произошло, это беспрецедентный как-то случай. Я не понимаю, в какой там печати это все указано было. А знаете что? А вот я так сделаю, потому что... Серьезно, у меня жизни мало. Чтобы делать как-то иначе. Бандит. И руна воздуха. Потрясно. И что я теперь могу сделать с этим? Могу их как-то скомбинировать. Могу отправить руну воздуха сюда. Другую руну в урон по площади более крутой. Ну, не знаю. Я бы хотел переработать это все в... О, о, идеально. Супер. Пурун по площади переработал и все. Ну что, друзья. Я не знаю. Может быть, мы давайте... Мы пойдем в другую вот в эту вот комнатку. Не в верхнюю. Надеюсь, что там нам не наваляют. И нам не наваляют. Там. В верхнюю нам бы наваляли. Там. Аура. Неизвестная. И нам, возможно, придется менять заклинания. Летучие мыши какие-то совсем уже офигевшие, я смотрю. Нам надо самонаводящиеся какие-то вещи делать. Жизнь какая. Ну что ж. У нас тут опять же нет ничего. Землерожденный. Блин, наш. Ну что, остается поднадеяться на ауру. Или мы умрем. Уменьшает время снаряда. Прекрасно просто. Эта крыса, она какая-то могущественная, да? Что меня так толкает-то? Электроползун. Еще какой-то ползун. Что-то мне вот не нравится, конечно, это заклинание, когда толкает на врага. Неудачник. Получаем опт на 20%. Эти хидары снижают защиту цели. Вот это мне нравится, но это тоже эффект. Не знаю. Давайте. Вот это, конечно, хорошо. Урон офигительный, но... Но! Такое вот великолепное но. Все мешает. Я, пожалуй, вот эту руну и руну света объединю в комбинаторе. В следующий раз. Ну что, ребята, в бой. Это, видимо, такой мега-босс. Офигеть! Что это он создает-то? Я не знаю. Вот, 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 видите, вот он что-то создал, я не знаю, что, что это было. черт его знает. Почему-то не обновляется количество зрителей. Пардон, что-то, вот, отрубилось ненадолго. Думаю, что вам не очень, да? Это навредило хорошо. Окей, давайте посчитаем про бестролётов. Это что-то с созданием смертельным укусом. Маг-энтропия. Это, видимо, тут начальный, тут среднего класса маги, а тут высшего класса, да? Ну, так, посудить, если по строению этого списка. Бандит, коварный враг, враг, который нападается под тишка. Ну, окей, тёмный ползун. Лучи порочную энергию. Электроползун. Магнитный ползун. Просто ползун. Да уж, шикарные, шикарные враги. Ничего не скажешь. Тут даже есть испытания, просто обучение, но мы выбираем, наверное, на приключения. Боссов мы разблокировали, но они тоже бывают и случайные, и не случайные, поэтому случайный режим давайте. И выберем максимальный уровень защиты. Зажигание, огненную магию. И выберем вот это очень хорошее, хорошее, чернокнижник. Нет, фигня. Нет, фигня. вот это мне нравится. Это типа для колдунов такая. Стрела хаоса, кстати, фигня. Не советую убирать. Она в случайном направлении летает. Как видите, в начале все фигня. Очень маленькая скорость руны и так далее. Но стоит только зато дальность. Дальность мне радует. Можно за пределы экрана. Но вам требуется навык, знаете, умение наводить мышкой на объекты. Если вы будете промахиваться, конечно, у вас ничего не будет. Вот так вот в движении потренироваться, попадать и держать прицел на одном месте. Ну, это как-то вот так называется вроде стрейф. Такая фигня. надо хотя бы второе заклинание, тогда жизнь начнется. А так, пока это... вот это я понимаю, вторая жизнь началась. Комбинация. Вот вода, уровень руны. Энтропия преобразовалась в воду. Даже вода быстрее идет. Пожалуй, поставлю ее на первое место с таким-то уроном. Погнали! Попробуем на этот раз. Ну, пока тут все еще начинающие, нормально. Начинающие магии огня, воды. Руныч мы, кстати, нашли. Нормально. И тут есть проход вниз. Тут ауры, там аура. начинающий маг удара. Да какой ты начинающий маг удара, блин. Фигня она. Не маг удара, блин. Но все равно он нас похозл. Нормально так. Что же делать в таких случаях? Конечно же, идти в комнату, где другая аура. нифига себе. Вот это я понимаю. Настоящий беспредел. вот это, очень классная штука. позволяет позволяет увеличить уровень на время и заклинание просто реально тащит. Вот смотрите, мы уровень вроде увеличили. Интересно, это можно здесь просмотреть. Ну, можно, наверное, тут. Вот. Так, и куда мы идем? Вниз. Конечно же. маги скорости выпускают снаряды очень быстро. А-а-а! Ха-ха-ха! Вот что делает парящий мост. Ясно, ясно. Он создает два прицела и не дает мне попасть нормально. Мага скорости в этого. Ну, ладно. Это, в принципе, не страшно. Я сейчас вот установился быстро. Ну, что, идем обратно. так, и так, отлично. Руна удара. Что же получается из руны удара, конечно же, великолепная волна воздуха. который отбрасывает врага очень сильно. И скорость, кстати, ну, чуть побольше, но это не имеет значения. Ну, давайте, давайте. Чем отличаются маги первого уровня второго, третьего? Тем, что магов первого уровня в комбинации заклинаний только одного типа, да? А тут можно до трех типов комбинировать, соответственно, есть маги сразу с тремя типами заклинаниями с действием трех типов. вы поняли меня. Вот, это очень печально. Повышает плотность на 10. Плотность отвечает за отбрасывание. Чем больше ваша плотность, тем вас не отбросить. Не знаю, на что влияет отброс как бы в принципе как. Ну, вообще, на что влияет отброс, но наверное, это хорошо, что нельзя отбросить, чем-то фенка. Как-то так. Ну, что же, давайте восстановимся. Вот у нас сердечко там осталось одно. Сейчас я подберу. все, и мы пойдем с вами вон туда, наверх. Вон туда. Маг энтропии тем чем плохо. Он стреляет в разные стороны. И не факт, что он сможет нормально так у нас попасть. Ну, как я и говорил. Парящий мозг не сильно нам сбил прицел, но тем не менее вот следующий уровень. Скрытая сила снижает воздействие tower комнат. Мастер астрала. Но это если мы сосредоточимся на каком-то конкретном соединении рун можем мы вот это вот вы из этого вы выгодить выгодно. пожертвовать через неделю для здоровья для уменьшения перезарядки. Вот это наверное самое хорошее. Потому что мы сейчас не будем качаться куда-то конкретно просто я вам показываю. Вот такая вот игрушка. и сейчас мы еще вниз спустимся вот сюда вот отлично крыса мощная кстати класс ну прошли этот этаж нормально прошли так теперь вниз ой ёлопалы а ну что ж такое то для чего а супер просто и в итоге и в итоге что у нас нет комбинаторов всего лишь увеличиваем этим делом отбрасывание нет и не хочу и руну тьмы можно только к темным ставить так что нет давайте так есть рунопедия и есть конкретно что происходит при темной руне при стреле хаоса при стреле магии при кинезисе самый большой урон благодаря земле происходит если соединить землю и кинезис теоретически можно получиться какой-нибудь летящий осколок с большим уроном так что если мы хотим качаться в танка то соответственно вот земля какая-то и да и вот этот вот кинезис грубо говоря но у нас случайный выбор рун у нас получился хаос так что забейте так конвоир да помощь ну да помощь слабому нужна быть в срок она оказана должна защите беспомощного это кто это кто да идите вы жесть какая не получилось ну ладно в любом случае по-моему да это последняя комната следующая комната идет вверх и после нее ничего нет 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 Так, осторожней, осторожней, осторожней. Сейчас мы умрем, наверное, да? Ну да, умерли. Надо было использовать все обилки, друзья. Вот так вот мы и живем. Интересная игра. Достойно того, чтобы немножко провести в ней время. Видите, это же у нас времяпрепровождение, и оно подходит к своему логическому завершению. Есть еще, да, есть еще пара игр, которые я хотел бы вам показать, но это будет в следующем времяпрепровождении, может быть, даже на записи. Может, не знаю, но просто все стримовые эти гудгеймы, кибергеймы и прочие, они что-то шалят и хотят работать нормально. Наверное, может быть, либо на ютубе, да, с пропажи комментариев, но зато как-то вот более-менее адекватно. Может быть, либо вот я все-таки буду записывать заранее. Ну что ж, друзья, спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Надеюсь, вам понравилось. И не забывайте подписываться на канал на ютубе, и тут, на кибергейме, и на остальных там. Ну, мало ли, когда-нибудь они наладятся, и мы снова будем стримить и писать комментарии. Такая вот несбыточная мечта. Так что, спасибо, что смотрели. Всем пока. С вами был Донокс. Играйте в хорошие игры. И удачи. С вами был Донокс. Продолжение следует...